Да, как вы знаете, в этом году в Destiny 2 возвращают самый первый рейд из самой первой части Destiny, Vault of Glass. Этот рейд, пожалуй, самый любимый в сообществе игроков за всё время существования серии. Тут создавались и разрушались самые крепкие статики. Тут сотнями заходов, фармился лут и реакция на долгожданную награду была такой, что о том, что тебе выпал Векс или Фейтбрингер, знал весь подъезд. Мама, тащи камеру! Постарайтесь вспомнить, как давно вы также визжали от лута в играх. Да, оружие из этого рейда и впрямь было особенным. Лучшие наградные пушки, красивейшие с этой брони, да даже шейдер полностью белого цвета, хотелось. Каждая награда была горячо желанной, но кроме лута, ещё и сами механики рейда были невероятными, увлекательными. И благодаря им, многие игроки, в том числе я сам, учились сплочённой командной работе при прохождении рейдов. Так что пока новогодние праздники позволяют, мы со старыми друзьями из первой части собрались и отправились в хранилище стекла, стряхнув пыль с PlayStation 4. Но прежде чем мы начнём рассказ о лучшем из рейдов Destiny, небольшое спонсорское сообщение об игре Raid Shadow Legends. Что же такого особенного в игре Raid Shadow Legends? Ну смотри. Крутые чемпионы, мощные боссы, миллионы игроков и всё это на годы контента и регулярных обновлений. Тебя ждут интриги, тайны и эпичные битвы. А главное, играть можно где и когда угодно совершенно бесплатно. Я на какое-то время залип в рейде и вот, например, чемпион Женивец мне с первого взгляда полюбился. Он крадёт бонусы противников и превращает их в штрафы, да и в принципе творит кучу сумасшедших вещей, из-за которых с ним действительно сложно бороться. Но если он вам кажется слишком пугающим, могу рассказать о другом любимом чемпионе, Тайрл. Он тоже выглядит потрясающе и он тоже очень хорош в дебафах соперника. Он даже может на два хода полностью отключить кого-то из противников, а бездвиживание противников нынче в тренде, да? Тупо мощь. С этими чемпионами мне нравится выбираться в режим битвы на арене, где можно проверить свои силы против других игроков. Кстати, в прошлом месяце в рейд вышло самое большое обновление за всю историю. Главное событие здесь – роковая башня. Это гигантская башня со 120 этажами уровней и 12 серьёзными крутыми боссами, с которыми предстоит сразиться. Уверен, что тебе тоже не терпится погрузиться в это дело. Кроме того, как раз к праздникам коллекцию героев пополнили 14 потрясающих новых чемпионов. Так чего же ты ждёшь? Переходи в описание под видео, качай рейд по моей ссылке и в качестве нового игрока получи один день ускоренной прокачки, запас энергии, древний осколок, а также крутого чемпиона Вала. В качестве бонуса. Хрустальный чертог – это место, не имеющее аналогов. Особое подземелье вексов, которое служит местом встречи прошлого, настоящего и будущего. Все временные рамки сходятся здесь в одной точке. Локацию населяли сильнейшие из вексов разных времён. И даже если не говорить о боссах, о Теоне и Темпларе, маленькие гаргоны на самом деле были квантовыми суперкомпьютерами, которые обсчитывают и меняют реальность. Заметив стражей, они не атакуют вас. Они опознают вас как ошибку. И просто стирают из реальности. Эксперименты вексов со временем фактически были завершены и успех в том, чтобы завладеть всеми временными линиями во вселенной, был совсем рядом. Однако команде стражей всё же удалось разрушить план вексов и остановить зло. Рейд Вог – самое, наверное, таинственное место во вселенной игры. Всякий раз, когда команда игроков оказывалась здесь, каждый, несомненно, проникался атмосферой тайн, секретов и какой-то неосязаемой опасности. Вокруг рейда бесконечно строились теории о секретном сундуке, новом портале или о каких-то дополнительных наградах. О лоре этого рейда игроки узнавали по крупицам описаний в первой части, и до сих пор он остаётся одной из самых больших тайн. Однако, про сюжет и лор рейда мы скорее поговорим ближе к релизу активности во второй части. Ну а пока вернёмся к нашему заходу супер-опытных игроков, которые никогда из этого рейда не вылазили. Я потому что мне пришлось своё старое видео пересмотреть, чтобы вспомнить, что там делать. Мне кажется, это не смеется. Такой один канал, да? Да. Пригодился в жизни. Я говорю, реально, надо делать гайды так, чтобы старенький ты смог их пересмотреть спустя годы и понять. Чё нужно, скаутка, фейдбрингер? А что, скинк-фейдбрингер? Бовик. Силен. Ладно, бовик. Симуляторы, чё-то чё такое симуляторы? Рофл? Нет, я серьёзно не помню. Плазминка в третий слот. Ё-моё. Распутиновская. А, всё с полной ёптвою мать. А, тут же с первого можно прижать. Бля, тут... Мы чё, мы без смертей, или чё? Да, без смертей. Да. Как всегда. У меня чё-то даёт мне улучшенный радар, но я не помню, что. Мелит смотрит. Пушка у тебя ставит улучшенный радар, я вижу, что ты с Хэнк Джури. С кем? С Хаута. С ней. Хэнк Джури давал улучшенный радар. У меня вообще чё-то это хаус догма. Может у него... А, если что. Ну, может... Это будет интересный заход. Нельзя обосраться, и мы обосрались. Бердинг даун. Он открывается. После того, как открываются врата, мы начинаем спуск в подземелье. На самом деле, до следующего этапа два пути, и мне интересно, сохранится ли альтернативный путь в переиздании рейда. На этом моменте мы добираемся до большой платформы, на которой пройдет три столкновения. Первым этапом хрустального чертога станет испытание с противостоянием легионом, ордом вексов из альтернативных временных линий. Чтобы не нудить, я не буду сейчас рассказывать о каждой механике подробно. Тем более, что разработчики недавно признались, что перенос рейда во вторую часть тоже несколько изменит тактику прохождения. Хоть и некоторые могут попытаться закрыть старыми методами. Но, скорее всего, не в нашем часовом поясе просто играют. Так. Я дико извиняюсь, флаг мы не поставим, если вы его ждете. А, его не поднять! Да? Да! А, ты сам встал, я понял. Примочки. А, ты едва аж так может? Ха, кстати. С едва аж так не может. Начать объяснять. Заметь, заметь, этой игре сколько? Шесть лет, и отсюда не вырезали ни одной миссии. Смотрите, сначала будет один конфлюкс. Это все помнят, да? Да. Потом раз такой конфлюкс. Я не пошел. Я не хуй не понял. А, если куполу стрелять можно? Нет. Выпрыгиваешь, стреляешь. Справившись с ордами вексов, мы должны уничтожить оракулы. Эти светящиеся сферы хорошо знакомы игрокам второй части. Подобные штукенции можно было найти на миссии Шопот, например. Оракулы, кстати, тоже пытались нас... стереть. Но после того, как это мы их стираем, появляется первый босс рейда. Темплар. По сути, гигантская гидра. Но уже тут нужно врубать героический саундтрек, заряжать голохорн и палить, что есть силы. Если, конечно, никто не уйдет в АФК дольше обещанного. Нет, не здесь. А, если я умру, то сразу тоже подойдите в пропуск. Потому что... У него геймпады влезли. Сейчас упадет, наверное, отлазит. Я так помню, у нас оставил Джостик. Когда он слышал, бежал через... Да мы так часто роняли, да, я помню. Ты пришел? Паш, у тебя там с геймпадом что-то... Мы продолжаем или вы... Да. Тебе там звонили на геймпад. Ну, на самом деле, он у меня чуть не упал со стола. Где креста, по-моему? Че, нахуй. Че, нахуй. У меня осталось 19 патронов в фейтбрингере, и все. Больше не надо. Добиваем, 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 добиваем. Да что ты не сдох-то, б**ть? Ничего не видно. Что ты не сдох-то, я не понимаю. Уже ли... Конец. Кстати, если кто-то из вашей команды умирал в рейде, поднять его было никак нельзя. И тут либо отставшиеся игроки добивают этап, либо перезапуск. Прикиньте, если бы сейчас такая система была. Как быстро бы на реддите разнылись, что это нечестно. Релик, который используется на этом этапе, выкован стражем Кабрам, который исследовал подземелье до нас, и исчезло во времени навсегда. А наградой за прохождение этапа было оружие, ради которого стражи ходили много и много раз сюда. Снайперская винтовка, Predis Revenge, скаутка Vision on Confluence, с которой я пробегал два года в Destiny, и, конечно же, револьвер Fatebringer, роль которого сложно переоценить. Думаю, не совру, если скажу, что это был лучший ПВЕ-револьвер в Destiny 1 за всё время. И как же я был удачлив. Мне этот револьвер упал спустя три года походов на рейд, уже после того, как Vogue обновили и добавили туда испытания. Лагер, что сказать. Пройдя этот этап, команда отправляется ещё глубже в подземелье, в лабиринт с горгонами. Это необычный этап, который сложно назвать этапом-то, в полном смысле слова. Просто его особенность в том, что после мега шумного и динамичного этапа с отстрелом легионов и темплара, локация с горгонами буквально говорила тебе «Тише». Сам по себе этап представлял лабиринт, в котором было спрятано два секретных сундука с лутом. И был лишь один выход. По всему лабиринту медленно передвигались те самые горгоны, которые реагировали на команду игроков по звуку или же если те окажутся в поле зрения. Да, полноценный стелс в Destiny. Горгоны были очень жирные по запасу здоровья, так что шансов просто убить обнаружившую вас горгону почти не было. Вам нельзя было тут спринтить, нажимать двойной прыжок и уж тем более стрелять. Да что уж там, зачастую команда даже переставала в войсе общаться. Настолько напряженный и это был момент рейда. На выходе из лабиринта игроков ждал последний путь по платформам к финальному залу с боссом, которого сначала нужно было призвать. Но черт возьми, посмотрите просто насколько это красиво и стильно. Этап сражения с Атеоном это нечто, что всегда будут помнить стражи первой части. Механика сражения оказалась очень запутанной, роль каждого игрока была значительной, ошибаться было никак нельзя. Битва с Атеоном дарила незабываемое впечатление, поскольку проходила сразу в трех временных линиях прошлом, настоящем и будущем. Стражам нужно было открывать порталы, разделяться на несколько ролей, заходить внутрь и в разных временных линиях, уничтожать оракулы и использовать специальный защитный релик, который не позволял нам затеряться во времени. После чего нужно было прыгать во второй портал и лишь затем начиналась фаза урона по Атеону. Ставим купол, раскрываем защитный щит релик и дамажим. Главное вовремя понять, что ты стоишь и стреляешь в купол Титана. Не знаю, не знаю, в чем секрет, в чем специя, но чувство победы и радость от того, что ты одолел игру, не покидает меня даже сейчас при закрытии этого рейда. Рейд Уолт оф Глаз, как только открывает тебе свои двери, сразу же хватает тебя за одно место и не отпускает до самого конца, держа в таком настроении, что потом этот эффект разжавшейся пружины просто не может не сорвать башню. Особенно, если за убийство финального босса тебе упадет эксклюзивный рейдовый экзотик Векс Мифокласт. Это мощнейшая плазменная винтовка, режимом стрельбы, напоминающая больше автомат или автоматическую скаутку. Ох, сколько же за ней некоторые охотились, сколько было надежд. Я могу сделать отдельное видео об этой винтовке, если попросите. Голосовать за, нужно подпиской или лайком, если что. Кстати, после Вога мы еще залетели на последний вышедший рейд в первой части, Расс оф зе машин. Прошли его, опять не получили редкий корабль, хотели пойти еще на Кингс Фолл, но некоторые уж очень торопились, так что этот забег пока отложили. Ну все как торопится, я не думала, что поиграть в первую часть это для кого-то бремя. Да все в этой жизни бремя. Иззенаги? Ну типа. Но все так же, если хотите видос подобного рейда про мой любимый рейд Кингс Фолл, то пишите и лайкайте. Контента по первой части я могу клепать хоть вагонами, только попросите. Ну и знаете, после того, как мы прошли эти два рейда, я запустил вторую часть, отправился в СГК и конечно, чувства не те. На контрасте, да еще и с коктейлем на ностальгии, все оказывает меньшее впечатление. Рейд Волтовглаз для массы игроков так и остался непревзойденным приключением. Возможно, потому что он как первая любовь, первый рейд оказал такое впечатление. А возможно и правда сработали все те механики, триггеры и эмоции, заложенные разработчиками в эту работу тогда. Сказать трудно, именно поэтому Волтовглаз вернется в Дестине 2, чтобы напомнить, кто тут батя. Ну а мы уж посмотрим, сработает ли он в сиквеле с таким же разрывом, как когда-то сработал для меня и моей команды. Спасибо за просмотр, уже не терпится узнать вашу реакцию на это видео, буду следить за лайками и комментариями, но увидимся в следующих роликах. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова